всем привет сегодня я решила сделать такой мастер-класс foodpaint то есть живописи еды вот и нашла вот такую фотографию гамбургера вот прям как-то он мне он понравился очень вот и решила сделать вот такую картину смотрите холст я взяла 50 на 60 сантиметров и перенесла набросок набросок я вам сделаю у вас будет документы вы можете распечатать но в принципе здесь его совершенно несложно сделать от руки вы можете вообще свой сделать бутерброд в этот гамбургер положить там еще где-то там помидор помидорчик ну здесь вот это у нас лук здесь вот маленький только такой черри шерри помидор красненький вот но можете здесь в принципе вообще как бы очень легко сделать вот такой полукруг пару таких луковиц ну вот колец с луком где-то как зелень уголок с сыром это бекончик и две как бы котлетки и ну в принципе здесь копировать не обязательно скажем так этот мотив потому что в интернете похожих очень много я нашла можете найти другой там здесь я еще хочу немножко прям знаете сделать такой сок не столько а вот этот соус да там горчица или что там они каким-то соусом я в принципе честно сказать я не фанат вообще абсолютно там макдональдс или бергер кинга то есть я туда не хожу ходила с детьми очень давно и не знаю 10 назад наверно алину и там может лет 7 назад в англии была когда там еды хорошей не было как бы скажем так и мы ходили пару раз в макдональдс потому что то что там в англии у них едят это было вообще непригодна вот принципе я не фанат но тут идет как бы разговор о мотиве о технике я просто такие картины сейчас очень популярны вот вы мало того что вы можете повесить себе это на кухне но очень такие картины пользуются спросом в различных кафетериях то есть вы можете где-то предложить их для декорации они будут очень хорошо даже можете пойти в местные отделы макдональдса предложить там повесить этом с ценником для продажи вот и как я решила сделать работу я решила ускорить потому что конечно что такой реалистичный мотив у нас получился картина желательно сделать но не один слой да в один слой будет не будет тоже очень эффектно да скажем так но можно сэкономить и сделать два слоя я решила сегодня сделать первый слой акрилом и второй слой чтобы он тут же просох и второй слой пройти маслом конечно можно это еще два-три слоя маслом сверху сделать вот насколько реалистично вы хотите сделать эту картину это все зависит от этого что я сделала я принесла набросок вот на холст 50 на 60 сантиметра и вокруг взяла вот черный акрил у меня палитра вот к сожалению я не засняла это но я думала как бы я вначале хотела для себя делать этот мотив а потом решила все таки заснять видео вот и поэтому как бы я не засняла в начало ну вот у меня брала круглая кисточка вот и по контурам начале кругленько маленькая какой-то кисточка сделала контуры а потом взяла большую вот такую кисточку вот и прошла остаток остальное все черным акрилом прошла надо ну вот один раз дала просохнуть и второй раз еще раз прошла что более такой покрывной мотив вот и остальное я буду делать тоже сейчас первый слой акрилом вот хочу что показать у меня как бы акрил в больших банках да то есть мне местные импортные вот видите но у меня очень много акрила вот но в россии я так понимаю что с этим не очень так то есть там в основном русская продукции вот мне такой подарили набор на конференции санкт-петербург с акриловыми красками вот я решила как бы вот посмотрела что тут за краски кстати вот если у вас есть такой вот ладога это подарочный набор 12 тут по 18 миллиметров конечно 18 миллилитров но это скажем так для меня ничего но хотя бы 50 и 100 и не знаю какие-то тубы купите какие-то основные цвета но здесь удобно то что вот тут уже аж 12 красок сразу есть принципе вот такого даже набора достаточно можете купить по отдельности акрил смотрите что нам понадобится вот я сейчас выделила на палитру красочки вот первого у меня была сиена натуральная потом охра светлая светлая ум броженная то есть это все из-за этого и черная краска да то есть но мы видим что нам какие-то краски нужны вот видите такие вот а христо коричневые сиена потом вот этот вот красноватый лук будет у нас ну вот розовая темная вот она как раз такая малиновая такая вот то что нам нужно малиновая но я и потом еще выдавлю покажу вот коричневый она желтая еще краска черная белая ну и какой-то может там красноватого есть для этого нашего бекона но и зеленая зеленая кстати в этом комплекте только зеленая вот средняя да но если желтая смешать то будет такой ярко-зеленый должен темно-зеленая и светло-зеленый то есть принципе нам нужно вот она желтая одна какая-то темно-зеленая лучше темненькую но ты типа травяной зеленая какая-то красочка да потом умбра умбра жженая какая-нибудь сиена черная ну и красненькая желательно хоть какая-то типа краплака потом то есть много красок принципе не надо вот сразу сказать еще что если у кого-то нет акрила кто-то не хочет его покупать можно делать все это конечно маслом то есть мы делаем делаем принципе то же самое первый слой масла можно делать его на разбавители или я бы я бы делал на двойнике не на разбавители на двойнике то есть 50 процентов льняного масла 50 процентов домарного лака вот я всегда мечтаю в баночке такой двойничок и на нем первых быстрее сохнет как бы тоже но и вот этот 50 процентов лака ну как бы дает такой защитный слой на как бы чтоб краска туда сильно не жухли она как бы покрывает но этот лак уже такое немножко даже глянец может давать но но не глянец даже в первом слое возможно не будет глянца но не дает вот сильному пожуханию то есть такой слой как бы пленочка покрывается первый слой потом уже вторым слоем массам легче то есть смотрите по вашему выбору все это можно сделать так же и в масле единственное что время у вас получится что если я например могу эту картину сделать образно за один день до используя акрил он тут же просохли феном его там досушили и тут же работать маслом то есть вы будете делать первый слой маслом то есть вам перед тем как приступать к следующему слою нужно несколько дней там день два но смотря на чем вы будете писать и какая толщина слоя краски то есть дальше просохнуть и потом уже прорабатывать более в деталях вот но я решила сделать смешанной техники с акрилом поэтому начну показывать как мы будем работать у меня тут баночка с водой стоит кисточки круглые кисточки полукруглые акрила сам не покупайте хорошие возможно использовать для акрила какие-то свои старые кисточки чтобы не акрил немножко конечно портить кисти скажем так то есть нужно сразу мыть то есть если я масло могу положить грязную кисточку рядом и она не будет отсыхать вот кто не работал с акрилом то есть если я а вот вы начали писать акрила вот у меня грязная кисточка да вот ее нельзя будет положить рядом чтобы она лежала то есть я тут же нужно подметок о широкое ведерко положить воды и чтобы она лежала в воде до следующего если это меняете кисть другую берете пока вы возьмете чтобы она не засохла иначе если краска закончена сохнет на кисти то вы уже не отмойте можно же будет кисточку выкинуть вот но это со временем вы привыкнете если вы не писали акрилом то есть уже автоматом вы будете ложить сюда эту кисточку воду потребуется белила конечно не могу сказать да у меня вот просто таки но большого ведро вот видите с белилами ну вот это кстати у меня таки белила из магазина художественного салона я использую очень часто покупают эти колера в хозяйственных магазинах кстати они очень хорошие качеством не обладают можете использовать они они дешевле потому что они по объему большими как раз пол килограмма к 500 миллилитров продаются вот и их очень намного выгоднее брать для живописи потому что художественный акрил будет намного дороже тем более если мы пишем первый слой акрилом а вторым маслом то есть супер качество или супер там какие-то оттенки прям они не то есть мы сейчас будем примерно делать оттенки да то есть мы не должны сейчас акрилом сразу подобрать нужный нам оттенок примерно свет тень где-то коричневого где-то красно потому что прорабатывать уже будем более правильный оттенок будем уже искать массы потому что масле ну как бы побольше выбора ну в россии я так насколько я вижу потому что у нас конечно и в европе и акрил очень разнообразно да ну в россии немножко скульновато мне показалось а палитра ну и как бы по цене тоже подороже выходит чем чем у нас акрил у вас вот и сейчас я возьму что-то у меня была первая сиена натуральная но какой-то коричневый такой оттенок она чуть темнее чем ухра вот даже можно немножечко добавить умбры чтобы чуть-чуть потемнее было видите я такие тарелочки у меня такие бумажные одноразовые но они такие с покрытым слоем ну как вот типа пластика не пластика то есть на них не не сохнет и не впитывается очень быстро краска если брать вот эту палитру например вот этого бумажная обычно она очень быстро всасывает в себя акрил жидкость акрила да и он быстро сохнет воду как бы для черного я знала что мне я быстро это сделала желательно все таки на какой-то такой палитре или сейчас я вам покажу кстати вот такой вариант это большая палитра на большие пласты вот такой у меня как бы поднос он видите вот снизу он тоже пищевую подметра я купила он для пищевых продуктов там для каких-то там серверов сантиметров 40 40 на 35 и не знали сколько вот он такая фольга я под низ положила два формистика а4 и просто пищевой пленкой намотала и вот здесь можно точно также писать внизу пластик он вода не смазывает очень очень удобно будет вот и давайте начнем то есть начнем сверху чтобы не пачкать снизу немножко сиены сумброй сверху мы видим у нас чуть-чуть потемнее здесь и вот только вот кончик и кончик окантовочка вот здесь видно у нас светлее то есть мы делаем просто вот эти семечки все кунжут мак тут мы не вырисовываем в акриле здесь у меня какой-то зеленый листик салата я обведу его вокруг старайтесь не толстым слоем это делать то есть растушевывать красочку чтобы не было прям этих роликов от краски понимаете но можно конечно сделать этот мотив и пастозно прям пастозно как бы мастихином но не мастихином просто вот эта толстая краска маслом потом но я хочу сделать так вот более тонким не толстая живопись такая периодически если я вижу что красочка ну вот не заходит в холст немножко да то есть белые такие остаются места от холста значит краска немножко густовато я окунаю просто вот кисточку воду и разложу делаю пожиже и тогда жидкая краска прям в поры входит в моего холста здесь конечно сверху немножко красноватая коричневатая сейчас можно добавить еще сейчас посмотрим как вот красная просто вот красная ярко-красная вот немножко такую ох сильно такой пигмент чуть-чуть вот такую красниночку чтоб такой более теплый стал оттеночек я круглую кисточку взяла вот для вот этих пудро в принципе нижняя часть там нужно большой кисточка будет работать вот круглое удобно просто видите здесь у нас наши вот эти семечки кунжут и кунжут и куриночки куриночки куриночек и он выходит неровными это неровная линия торчит как бы на на фоне поэтому 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 удобнее какой-то вот круглой кистью делать это и оттеночке кстати но и и и и и и и могу сразу сказать чем лучше вы сделаете сейчас подмалевок вот акрилом тем легче будет в масле писать вот можно даже взять охру теперь чуть-чуть с белилами где у нас свет с правой стороны я пока только краешки прорабатываю ну кстати можно и тут же светлым сделать верхнюю часть края наши булочки здесь тоже немножко про кончик светлой можно взять сейчас куда кисточку побольше можно и вообще всю картину сделать акрилом кто любит писать акрилом без проблем будет очень красиво и главное покрыт потом лаком потому что акрил все-таки жухнет и очень хорошо жухнет при высыхании красного я немножко приборщила сейчас мы его davis девич дерусь терпел терпел Продолжение следует... 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 значить такой какой-то более квадратный сейчас водичку взяла и немножко переход водичкой колечным смягчу немножко акварельная тоненько здесь просто света не туда белая краска не легла если чуть охру с вылилами проложить сразу будет лучше контраст но это легче масло будет потом сделать так ну и таким же образом давайте пока у нас краска есть то есть мы делаем нашу нижнюю сторону нижнюю булочку здесь единственное видно что у нас вот булочка и здесь видимо у нас сейчас я даже посмотрю по компьютеру что это у нас но это булочка на как бы вот здесь вот эта вот толщина видите то ли она булочка потому что маг то есть это средства как такая же да ну почему она немножко как бы такое кантик у нее ободок видите то есть это не внутренняя часть булочки потому что внутри не может быть маг и наши семечки то есть это точно так же вот внешне как тут и тут но единственно что возможно это просто тинь так падает на нижнюю часть и здесь получился такой сантиметровый как бы картик сейчас я еще проверю на компьютере увеличу посмотрю вот я посмотрела на фотографии еще в компьютере его цена даже булочка но нас вот продаете ряд таких 1 к 1 при порядке булочка я думаю просто вот это вот толщина что вот видно у нас другой цвет немножко ободочек да это просто вот это вот как бы ну боковая часть здесь просто ними вместе она но немножко другого цвета не сильно запеченная то есть это вот и спасать булочку то есть посередине часто вот такого как бы более светлая утолщине где как раз разрезать булочка наполовину и поэтому мы делаем только то же самое верхнюю часть делаем чуть-чуть охра с белилами тоже ну чуть посветлее нашу толщиночку можно сразу немножко там какой-то другой оттеночек более темно такими точечками сверху как тень немножко более темно ведь она такой волнами шкачей шкачей снизу более светлая или лауха такую структуру и у нас вот эта сторона она более светлая сверху опять можно немножко тень дать чуть-чуть красниночки прям на кончике совсем чуть-чуть такой очень пигмент сильного красной ладоги 5 облиц последнее предусмотресть вா в план Death ミthat куп их delle верาร посмотрела в интернете называется маэстро гамбурга камбург от слова гамбург города то есть его первый сделал повар из гамбурга то есть по сути если на немецком немецкое слово на немецком переводить дословно гамбурга это значит житель из гамбурга москвич сочинец то это вот я даже не знаю как на русском это гамбуржец гамбуржец наверное вот человек который живет в гамбурге то есть вот что значит гамбургера если переводить с честь этого человека мы назвали который первое сделал его почему-то вот на место проживания этого человека то же самое что вот если кто-то из москвы сделал в этот эту булочку назвали бы москвич то есть это гамбург гамбургер это значит ну человек из гамбурга гамбуржец наверное правильно будет то есть видите по краю что я чуть-чуть сверху даю тень то есть чуть больше половину нас темноте а вот эта часть у нас справа более светлая снизу тоже можно кое-каке здесь такие вот ну и внешнюю часть начинаем уже более коричневым делать просниночку тоже можно добавить снизу у нас тень тоже чуть-чуть умбры добавляйте воды чтобы краска быстро не сохла чтобы можно было сделать переход довольно темно здесь долго снизу будет просто мы готовим переменем и всё может быть что это неизущество в общем-то так здесь у нас опять справа свет спирт я стараюсь закрасить все точечки холста фактически каждый раз окунаю кисточку в воду здесь можно чуть посветлее желтее глюкзак 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 Продолжение следует... 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 там тень у меня есть но может не надо было так темно и делать а Такая складочка. Не очень перекрывает у меня белая краска, это темную линию. Вот эту черную немножко я вижу, но маслом перекроют я думаю нормально. Не знаю, почему я так провела. Как бы на палитре была только черная краска, я хотела разделить где тень, где свет, разделить эту бумажку и что-то прям грубо получилось, то есть вам это и не надо делать. Так, сзади немножко тоже тень. Уголком. И охрабелила. Уголком. 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 Продолжение следует... 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 просто сейчас закрашиваю светлая краска внешнюю часть перекрыла я и тебе чтобы сделать чуть-чуть хотя бы поплавнее переход я возьму вот опять черную красным чуть-чуть потемнее сделаю наш кантик здесь немножко в воду окунаю в кисть и делаю растяжечку акварельно отморожая я возьму черный снизу и ложу мокрую линию черного на самом деле это масло удобнее будет сделать ну вот так у меня получилось еще раз вторым слоем прошла краска чтобы не было так прозрачно два раза прошла вот и мы сейчас посмотрели еще с компьютером и сыра посовещались и подумали все таки что вот это скорее всего это наверно не плавленый сыр это соус гуакамоле или ну какой-то сос а вот это красная все-таки ну как там не там эти томаты маленькие черри они как-то здесь но не вяжутся с гамбургом скорее всего кетчуп то есть сверху тут соусы кетчуп просто он такой такая форма как кругленький томат вышла но мы ее можно изменить так не сбивала прям потому что ну как будто прям лежит красный томат там внутри вот мы можем изменим немножко форму более вытянутую сделаем как капелька чтобы было понятно что это соус вот и сейчас я взяла чуть поменьше пол сантиметра на кисточка я хочу сейчас лучок наш сделать кольца лука я вас на нашу магенту или темно-розовый этот краплак розовый да с белилами такую розовинку сделаю такой ярко-розового у нас чуть-чуть обычного красного добавить немножко интенсивный цвет сейчас я может чуть-чуть коричневого чтобы сбить его вот и начну давайте наверно с этой стороны здесь чуть потемнее кстати можно еще даже побольше коричневого в одну сторону я сделаю потемнее здесь оттенок и замешаю сразу ну а здесь посветление вот и просто заштриховываю здесь у лука конечно края должны быть ровные немножко сейчас неудобно потому что он все-таки ножом режется поэтому кончики должны быть ровно и сверху там нас это сервис светлые светлые блики потому потом стира как-то идет вот так но сверху у нас там будет зелень то есть принципе вот линия лука у нас как-то вот так должна быть вот так но вот и прanned вот и вот и вот это дел until Так. Вот это у нас тоже такое темное пятно. А здесь она зелень сверху. А здесь она зелень. Так как у лука все-таки видим такая фактура сверху вниз линии, то желательно последние движения делать сверху вниз. Сейчас мне удобнее слева направо заштриховывать. А потом все-таки немножко сверху вниз пройти. Нужно более светлой красочкой. Так. Так. Нижняя у нас тоже здесь в тени. Здесь начинаются. Так. 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 Продолжение следует... 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 белила желтый можно посветлее сделать вот тень сверху я немножко спускаю растягиваем немножко тень так и и у нас вот здесь еще под луком тоже такой соус тоже стекает так давайте пока у нас такая желтая красочка тоже на кисте сделаем наш шурок охра подмижелтый белила вот 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 это толщиночка нашего сыра здесь то есть он там что миллиметр два толщина у него снизу она может не такая темная нужно она чтоб ее не потерять чтобы она будет сделать ничего лук 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 Продолжение следует... 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 Ну вот, и давайте сделаем наши коричневые котлеты, бифштексы, как там называют правильно. Так, я, наверное, возьму круглую кисточку опять, чтобы удобнее, так как у нас фактура такая точечная, как бы, и опять можно взять сиену, жену, терракоту, оранжевый, желтый, где-то у нас вот тут, там у нас стень между сыром и котлетой, здесь черная должна быть, можно черного добавить, и сверху немножко темнее. Здесь у нас тоже тень. То есть изначально можно просто закрасить без фактуры. Плоско положить тон. Так, тут у нас наш бекон. Под ним тоже можно немножко потемнее сделать. Чуть-чуть добавлением черного. Так. 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 В этом месте у нас свет, можно чуть-чуть охры добавить. Элисиену жену. Так. как-то идет свет. Даже такая розовинка есть на мясе. Охры чуть-чуть красным. Так. 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 Продолжение следует... 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 коричневый с красным кусочек тени 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 Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует. Теперь я хочу сделать бекон. Бекон, в принципе, не отличается слишком по цвету от булочки. Но немножко его такой более красноватый. Ну, как копченое мясо. Вот такой вот цвет. Ну, такой красно-коричневый. Вот, чтобы он все-таки немножко отделялся от булочки. Потому что, ну, на фотографии, ну, видно, что чуть-чуть красноватый. Но все равно, в принципе, тона одни и те же. Ну, вот можно кроплак с коричневым. Кроплак с коричневым. Можете чуть красного. Оранжевые оттеночки тоже там присутствуют. Сейчас он немножко сильно красноватый получился. Вот. 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 Оранжевые. Оранжевые оттеночки тоже там присутствуют. Оранжевые оттеночки тоже там присутствуют. Продолжение следует... 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 Такие линии. Идет, кстати, вот сюда. Под сыром. Идет наверх. Идет. Так. Ну вот. В принципе, сейчас можно уже переходить на зелье. Сейчас немножко будет где тени. Вот тут есть тень. Так, где я тут хотела. Так, это листик. Листик. Так. 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 Ну, я думаю, вначале надо сделать зелень, а потом уже тень нежная. Вот. Я выдавила вот это вот зеленое среднее. Питал зеленое. И желтое лимонное. Вот. Вот это зеленое. Вот это зеленое. Вот это лимонное. Вот. При смешивании такой вот ядовитый оттеночек появляется. Можно чуть-чуть охры кое-где. Вот такой зеленый. здесь намешаю чуть-чуть посветлее. Вот. Вот. такой потемнее, средний. Несколько оттеночков. здесь так у нас контражер немножко светлые краешки. практически желтые. Здесь придется, так как я здесь по-другому сделала наш соус, побольше капельку здесь уже импровизировать будем. Зеленью. Зелень, кстати, так все, конечно, повторять мы не будем. Копию такую делать не будем. Если синий и зеленый смешаем, будет такой темно-зеленый. Теленый смешим. и Продолжение следует... Продолжение следует... Делаю такие листики... Просто точечно формы практически не формирую... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...